так не работает на каком мы там остановились ну 491 дальше там продолжать это все к первому тому я хотел просто еще сам вопрос задать вот если мы от греков приняли при князе владимире веру и богослужение как велось как креститься то патриарх никон то он на что поменял то это непонятно не от грехов же что ли то же самое а что я поменял ну вот то что вот это новое уведение которое они начали уводить откуда они его то взяли никон то откуда это взял ну брал от грехов по тому времени смутили его конечно они обещали ему быть вселенским патриархом так они получается вначале дали одно а потом изменили и другое дали да да и изменили оно все шло постепенно да к тому времени большая разница была когда принял владимир было двуперстное и счастье петра и перстного значит меньшее было а ко времени патриарха не кран 1656 год уже там больше было трои перстиков и он так решил переменеть зачем люди к этому только были привязаны сейчас бы кто-то стал в евангелии менять что-то это равнозначно для нас мы бы не согласились ну настоящая причина другая была вы по-моему указывали истинную причину то но истинная причина была не на мысли прийти причина то что ему светило быть вселенским патриархом а остальное то никакой нужды не было менять совершенно ненужная вредная реформа во всех отношениях ну следующий вопрос зачем вообще был введен новый стиль чем был плох старый который был до революции ну я отвечаю тут вопрос одни по писанию поэтому то есть из писания еще не возьмешь что-то я это говорю о чем был плох лунный календарь как божье установление что его заменили на языческий ильяновский в котором найдены были вполне существенные недостатки спустя тысячелетия календарь начала нового года менялись в россии несколько раз на новый григорианский стиль более точный перешли практически все христианские народы и подавляющее большинство православных церквей доводы старостильников насколько неубедительны касается только богослужения как будто звезда за звезду начинает цепляться на спасение это никак не влияет и библия об этом ничего не говорит в главном было и право дошло на единство иметь чтобы во второстепенном надо узнать что второстепенное свобода во всем любовь приписывается тортулиану и блаженному августину вот такое тут больше еще сказать из писания тут ничего нет вопрос не по писанию и ответ не может быть по писанию но беру то что для установления времен луна лунный календарь и у мусульман он так и остался ну вот эту фразу блаженного августина и тортулиану очень часто используют и тем самым много оправдывают всяких беззаконий много там 362 правило какой пункт или назвать параграф что патриарх тихо дал чтобы отдельно служили раз нет связи и они за него держатся сейчас кто делает отделение ну тогда нельзя было сейчас свободно передвигать но глупо даже она никакой силы этот не имеет потому что там даже и сказано до времени когда будет дана свобода общения так вот вот люди тоже часто спрашивают иконы перед которым молимся обязательно должны быть освящены можно ли самим осветить их или это обязательно должен сделать священник что освещать и вот иконы обязательно должны ли быть освящены иконы ну видите про иконы если так уже говорить я тоже не евангельский ну мы найдем что-то другое там это храме все освещается как описывается при освещении храма соломонова если есть возможность есть священник то конечно нужно принести в храм чтобы он освятил а отношение к иконам в православии совершенно неправильное чисто языческое идолопоклонническое например входит в дом где идет побелка иконы убрали илуха 10.5 в какой дом войдете сперва говорите мир дому всему ну по православному обычно входя в дом нужно сначала вслух произвести молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас хозяин отвечает аминь а после этого вошедший трижды кланяется передний угол на образа и говорит мир дома всему хозяин отвечает с миром принимаем на этом ритуал заканчивается но за это в этот раз православный гость у нас пришел однажды икон не видит старобрядец и растерянно оглядывается по сторонам и говорит у вас помолиться некуда как говорится приехали это уже и смех и грех он как будто никогда не читал у Иоанна 4 глава 23 и 24 стихи но настанет время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истине ибо таких поклонников отец ищет себе Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине ну более того старобрядцы признают изображение только на дереве и на металле а это уже эти Арафимы а не Серафим они обижаются когда я так отвечаю но я их знаю очень хорошо это моя родина там я был родился так я дальше буду не смогу уже считать мне нужен сейчас перерыв принято а в это тогда соедините запишите 493 да отпишите мне когда вы будете готовы ну может быть через час может быть ну все отошел тогда с Богом спасибо Христос Аллилуйя спасибо 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 спасибо